Сделать прививку от коронавируса стало проще. В Твери начали работать мобильные пункты вакцинации. Они будут развернуты на 16 площадках города. В одном из них на улице Трехсвятской побывала наша съемочная группа. Гуляя по улице, невозможно не обратить внимание на машину медицинской службы с надписью «Вакцинация от COVID-19». Этот мобильный пункт открылся в городе одним из первых. Прививку здесь могут сделать все желающие без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Принимает врач и медсестра. Мы делаем вакцинацию спутником ВИ и спутником ЛАЙТ. Можно пройти ревакцинацию спутником ЛАЙТ. Последствия коронавируса до сих пор остаются непредсказуемыми. И порой восстанавливаться сложнее, чем болеть. Поэтому лучший способ защитить себя – это сделать прививку. Потому что заболеть не хочется и тяжело болеть не хочется. В больнице боюсь заразиться какой-нибудь другой болезнью. Я думаю, это очень удобно. Я вот, допустим, мама с двумя детьми и, проходя, так сказать, мимо в магазин за продуктами, вот решила зайти. Потому что до поликлиники, конечно, добраться тяжело. Нужно с кем-то оставить детей. Это все лишнее время. К слову, второй компонент спутника ВИ привившиеся получат в этом же мобильном пункте. Через 21 день медики снова будут работать на этой улице. Предполагается, что в одну смену врачи в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. А запаса вакцины хватит на всех желающих сделать прививку. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, сейчас необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью. Видим, что у нас смертность находится на достаточно старающем уровне. И по итогам рассмотрения, видим, отсутствует, сожалению, прививок у тех людей, которые у нас умерли, в том числе от ковидной инфекции. То нам, наверное, сегодня, если рассмотреть эти вопросы, придется принять ряд мер по усилению прививочной кампании, в том числе и об ответственности. Сейчас в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации в медучреждениях, а также пункты вакцинации в торговых центрах, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Кстати, прививка может не только помочь здоровью, но и, возможно, пополнить кошелек. Министерство финансов России подготовило законопроект о продлении сроков розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря этого года. Планируется разыграть тысячу призов по 100 тысяч рублей. Подробнее об этом можно узнать на сайте bonus-за-здоровье.рф Продолжение следует...